Всем добрый день, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Александра, это канал о вязании и сегодня я хотела бы записать видео о своих текущих вязальных процессах поэтому если вам интересно, то оставайтесь со мной Сразу прошу прощения за свой голос, ну зато по нему понятно, почему собственно мое лицо не мелькает в кадре Я начну с рассказа о своем кардигане Как вы помните, те кто смотрел мои предыдущие видео, я вязала кардиган из пряжи Drop Slays Mix Это альпака с шелком, здесь 70% альпаки и 30% шелка В инстаграм я выкладываю фотографию о своем процессе В вязании кардигана я уже делила рукава, мне удалось даже померить этот кардиган Мне очень понравилось, конечно, как он сидит, очень здорово, классно Но да, вот так вот сейчас он выглядит Этот кардиган, все, что у меня связалось И этого моточка хватило вот как раз на все, что представлено на фотографии Ну и чуть-чуть, еще бы там сантиметр, наверное, 2 сантиметра И вот это был бы уже целый моточек Почему, собственно, я так жестко и бессердечно поступила с этим кардиганом С учетом того, что он мне, в принципе, очень нравился То есть, ну, реально здорово получалось Полотно очень приятное из этой пряжи Такая мягкая, такая воздушная В общем, конечно, прекрасно Представляю, носить свитер из этой пряжи я бы с удовольствием прям носила Но с какими сложностями я столкнулась Во-первых, я вязала в одну нить на спицах 2 мм На деревянных, потому что на металлических ее вязать было просто невозможно У меня полотно, то, что было связано с металлических спицах Там, конечно, петли просто гуляли Абсолютно непонятно как и куда А вот, а на деревянных спицах было, конечно, вязать намного удобнее Но, тем не менее, пряжа темная, тонкая То есть, вязать из нее я могла из нее вязать исключительно утром И в первую половину дня Исключительно вот рядом с окном, сидя за столом на кухне Потому что темные спицы, темная пряжа, тонкая пряжа Очень уставали глаза именно от вязания Плюс, поскольку пряжа очень тонкая Но она вот просто невероятно тонкая Да, то есть, прям, не знаю, даже помню на видео Я когда смотрела видео, какие-то обзоры с этой пряжей Я не представляла, что она настолько тонкая Но она очень тонкая И вот рекомендованные спицы 3,5, да, производитель рекомендует Я не представляю, как вязать на 3,5 То есть, это, по-моему, просто что-то с чем-то будет На двойке полотно смотрелось хорошо, классно Но это очень долгий, очень долгий процесс Просто невероятно Еще, может быть, и с вертой пряжи Возможно, и вязание бы шло там быстрее, да, например И я сопоставила То есть, то, сколько времени я потрачу на довязывание кардигана Я хотела его там ниже поясницы, да То есть, такой достаточно длинный С длинными полными рукавами Я поняла, что у меня просто потратится Слишком много времени на вязание этого кардигана А могу я это время потратить на что-то другое И плюс все-таки то, что очень сильно уставали глаза Я решила, что нет Мои трудовые затраты не стоят того Чтобы вязать этот кардиган из этой пряжи Хотя, да, вернусь к тому Что полотно получалось очень классным И таким прям воздушным, легким И приятным к телу Невероятно приятным И сейчас я, в принципе, думаю, что, скорее всего, я буду вязать шаль На подарок из этой пряжи И буду вязать именно в две нити Я, в принципе, не любитель вязания шали Именно, то есть, я их не вяжу И как-то не очень мне нравится То есть, мне максимум бактусы нравятся А шали нет Но я думаю, что, скорее всего, будет все-таки шаль Ну, либо, может, бактус крючком Ну, посмотрим Но пряжа очень невероятно приятная Поэтому все равно хочется из нее что-то связать И даже вот если ее дарить То это будет очень такой классный подарок На мой взгляд И посмотрим, может, когда-то я закажу много этой пряжи И свяжу свитер Но нити в две, в три, наверное Потому что в одну нить Это, конечно, я больше не рискну вязать из этой пряжи Хотя, опять же, и цвет такой вот очень приятный Но вот Вот, собственно, да Весь мой рассказ о моем чудесном кардигане Вот так вот все закончилось Но история с этой пряжей не заканчивается Все равно еще обязательно что-то будет из нее связано Мой второй процесс Который я на данный момент считаю основным Это вот такой вот свитер Из пряжи Софит от Color City Пользов на эту пряжу у меня уже есть на канале Ссылку оставлю внизу Очень я хотела свитер из этой пряжи Я прям достаточно давно ее заказала То есть она у меня просто лежала У меня из этой пряжи есть только аксессуары Я прям очень хотела свитер именно Потому что она очень приятная к телу Я думаю, что свитер из нее будет носить одно удовольствие Так Этот свитер я вяжу в две нити Пряжу я перематывала в клубочке Вот у меня Так Я поскольку вяжу в две нити Я сейчас вяжу рукава Magic Loop То есть у меня два мотка на один руках И два мотка на другой Поэтому я тут шуршу пакетами Вот так вот у меня, собственно, это все выглядит То есть я два моточка замотала в один пакетик И еще два в другой И я их периодически меняю местами Да, что нитка, чтобы не перекручилась В общем, мне так удобно Прям абсолютно ничего не мешает Можно, конечно, сделать там две корзинки, например, да Но у меня подходящих корзинок нет Поэтому у меня пакетики Да, страшно выглядит Но на самом деле очень удобно Если бы вязать просто две нити Оставлять два клубочка Но это было бы, не знаю Я бы долго так не провязала, например Как уже сказала, вяжу две нити Спицы у меня четыре с половиной Ну, у меня одна спица четыре с половиной Другая три с половиной Но это чтобы просто проще продевалась пряжа, да В инстаграм, опять же, уже делилась своими переживаниями По поводу того, как сложно у меня подбирался узор На этот свитер Я вначале выбрала шикарный такой узор Ажурный Я хотела его сделать здесь впереди Ну и на рукавах Я молодец Я связала образец Но я связала образец из другого узора А здесь подумала, что он же тоже ажурный И примерно так же будет смотреться В общем, провязала я свитер Поняла, что это какой-то ужас и кошмар И связала второй вариант Который вот я выкладывала в инстаграм С аранами, косами и тому прочим В общем, тоже мне не понравилось, как смотрится В итоге очень перегруженно смотрелось И тогда я поняла, что лучше все-таки враг хорошего И надо делать что-то попроще Но то, что мне бы хотелось носить И было приятно Поэтому спинка и перед у меня без узоров А на рукавах у меня просто чередование лицевых и изнаночных Каждые два ряда Вяжу самым обычным регланом сверху То есть набросовую нить набирала на вспомогательную Тоже горловину я потом хочу делать Такую достаточно высокую Толстенькую С подрезами я здесь тоже решила чуть-чуть помудрить Я сделала их не как обычные Петли дополнительные на основную часть Получается я тоже добирала на вспомогательную нить Шесть петель я тут набрала И здесь у меня идет такая резинка Не знаю, зачем я ее сделала Просто мне как-то так захотелось Здесь вроде как такая резинка И эта резинка будет уходить вниз И по низу у меня тоже будет резинка И соответственно потом я эту бросовую нить распускала И с нее набирала петли на руках И никаких дополнительных петель не набирала В принципе это смотрится неплохо То есть тут таких прям явных дыр нет Но не знаю, обычно я так подрез конечно не делаю Но здесь решила поэкспериментировать в этом свитере Два мотка у меня ушло Вот ровно на эту часть Вот здесь у меня от одного моточка еще чуть-чуть осталось Второй у меня полностью закончился То есть вот эта вот часть И здесь вот рукава соответственно досюда У меня были провязаны Это у меня ушло два мотка Всего у меня восемь мотков И я надеюсь восемь мотков и уложится Я планирую этот свитер делать удлиненным С полноценными длинными рукавами Вяжу его таким достаточно свободным Поэтому посмотрим Но тем не менее думаю, что мне пряжи хватит Вообще мне очень нравится как он получается И конечно мне хочется узнать Как эта пряжа будет носиться именно под верхнюю одежду В аксессуарах она показала себя отлично Очень хорошо Просто замечательно в плане носки Поэтому надеюсь, что в свитере она будет проявить себя точно так же И тоже этот свитер будет меня долго радовать Ну в начале, да, надо его закончить Вот, на данный момент он в такой вот стадии По убавкам Убавки я здесь делала в каждом десятом ряду Сейчас я начала делать уже в каждом восьмом ряду И дальше я перейду там в каждом шестом, наверное, начну делать Может быть даже в каждом четвертом В общем, посмотрим Как это будет Оставляю тут два маркера Когда делаю, получается Когда делаю следующую прибавку Перецепляю маркер сюда То есть я так по расстоянию ориентируюсь С этими маркерами В общем, так мне удобнее Это мой основной на данный момент процесс Поэтому в готовых работах сентября я его точно покажу И еще у меня есть один вот такой вот процесс Это процесс, конечно, долгостроенный Долгостроенный Но вяжу я его, конечно, очень долго уже Точнее, не вяжу У меня все застопорилось на стадии собирания Вот этих чудесных мотивов В общем, это плед Хлопковый плед Из пряжи Альзе Белла Батик Так, сейчас скажу оттенок Это цвет 3265 Вот так он выглядит в моточке У меня навязаны уже давным-давно все мотивы То есть это вот только часть мотивов Часть у меня собрана И часть еще у меня в пакетике В общем, когда я изначально рассчитывала вязать такой плед мотивами Это было, наверное, года два назад Я немножко обсчиталась в плане расхода пряжи Я вообще заказала одну упаковку То есть 5 моточков этой пряжи Понятно, что мне их не хватило Я посчитала на свой размер Сколько мне надо У меня вышло где-то в районе трех упаковок Как раз курс доллара подскочил Все подскочило И я поняла, что плед у меня выходит Ого-го, какой недешевый Я поняла, что с пледом я, конечно, погорячилась Потому что мне очень нравится эта пряжа Хлопок именно, да, вот этот Белла И можно было пустить ее на что-то другое А не на плед Ну ладно, я уже поскольку начала Я решила, что я должна это дело закончить Когда я довязала наконец-то все мотивы Очень долго я их вязала, да Когда я их довязала, я начала их собирать И я вначале выбрала, мне кажется, неправильную просто тактику Именно составление, да, этих всех соединений Этих всех мотивчиков Я взяла вот этот один мотив И вокруг него начала обвязывать по кругу Все вот эти мотивы другие В общем, в какой-то момент я просто запуталась Где у меня что Где у меня длина Где у меня ширина, да Где мне надо довязывать, где не надо И просто отложила этот плед до лучших времен Он у меня лежал-лежал И вот я недавно уже поняла, что сколько можно лежать Надо со всеми своими долгостроями и прочим разбираться Все быстренько заканчивать Я его просто распорола весь То есть это уже мой второй вариант Соединения То есть здесь я начала соединять вот прям рядками И вот это соединение рядами Именно мне нравится, конечно, гораздо больше То есть, да, здесь появляется больше хвостиков Но я их, конечно, все спрячу Аккуратно заправлю, соединю Но именно в плане удобства соединения Мне такой вариант нравится больше Поэтому вот у меня осталось все Только соединить все эти мотивы Я надеюсь, что уже в следующей неделе Когда ребенок пойдет в сад Я буду просто спокойно раскладывать это все на столе И собирать эти все мотивчики И в конце сентября тоже уже должна Эту работу показать А если не покажу, то мне просто будет стыдно Что я не показала ее, хотя обещала И я в октябре все-таки этот плед довяжу Потому что диван ждет этот плед Он без него уже не может и страдает Для кого что сложное в вязании мотивами Например, для меня оказалось не таким сложным Именно связать все мотивы А соединить вот эти мотивы Это, да, задачка оказалась не такой уж и простой По соединению мотивов я вначале соединяла крючком Сейчас вот эти вот я соединяю иглой Лично мне так удобнее И так ровнее получается, на мой взгляд Вот и все мои вязальные процессы Показалось, я долгострою неудачи свои Спасибо большое за внимание Спасибо, что были со мной Всем удачи, ровных петелек И до встречи в новых видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!